Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Сельскому хозяйству быть и развиваться. На общегородском планерном совещании работу аграриев обсудили в рамках контрольного вопроса. Чисто по-соседски. Еще один двор впечатлил оригинальностью благоустройства и чистотой. Киношок едет в Анапу. Фестиваль кино пройдет в городе-курорте с 21 по 30 сентября. Подведены итоги 16-го Всероссийского чемпионата по автомногоборью «Юный автомобилист». Чем сегодня живет село? С какими трудностями в работе сталкиваются сельские учителя? Решаются ли проблемы местных жителей, озвученные ими на личных приемах главы курорта? Ответа на свои вопросы Сергей Сергеев получил в ходе рабочей поездки в Юровку. Оценил ход дорожных работ, побывал в сельской школе. Сразу пять улиц в станице Юровской готовятся к ремонту дорожного покрытия. На выездном приеме граждан в станице глава города Сергей Сергеев пообещал жителям обратить внимание в первую очередь именно на дороге. Сегодня начальник участка у Ауанапской ДРСУ «Вираж» Виктор Мальцев контролирует ход работы и с удовольствием рассказывает о планах. Еще в Юровке у нас пять улиц. Это улица Рабочая, Советская, Миронянка, Берега, Советская. Ты когда-нибудь такой ремонт делаешь? Нет, такой был только когда ложили. 30 лет назад, да. Но здесь не только размах и объем работ уникальный. Асфальт и укладчик оснащен современным электронным оборудованием. Внутри табло, а там приборы, которые сразу же показывают уплотнение, определяют в катке. Думать машинисту не надо. То есть он знает, не надо считать сколько проходов. Он ему сразу показывает на приборах уже коэффициент уплотнения. Сергею Павловичу понравился толковый начальник участка и техника, которая сама просчитывает количество необходимых проходов по новому асфальту для достижения нужного его уплотнения. Но прощаясь, глава все-таки заметил. Ну смотрите, за график буду спрашивать. Потом не рассказывайте. То, что тема отсутствия хороших дорог в Юровке на самом деле актуальна для станицы, подтвердила разговор с учителем начальных классов Юровской средней школы. Ольга Борисовна Штро 20 лет работает здесь. Многодетная семья, район новостроек, ни дороги, ни пути. Там как раз дорога на спуск, там вот после дождей просто уже невозможно ездить. Вы пешком отсюда идете? Нет, мы ездим все на машинах. Но наши машины своими колесами, как говорится, мы выравниваем, мы подсыпаем. У нас есть свой кооператив, там ямочный ремонт, сами делаем. Но в этом году мы делаем большие средства для Юровки. Именно на дорожное строительство. Будем продолжать, к сожалению, я прошу прощения дорога. Хочу заметить, что приехал голова в школу без предупреждения. К незапланированному визиту мэра города здесь не готовились и тем ценнее впечатление от посещения сельского храма науки. Школе в Юровке 35 лет и бросается в глаза большая дворовая территория. Городские школы, как правило, ограничены в площадях со всех сторон теснить жилищное и коммерческое строительство. А сельские школьники в этом смысле не обижены. Есть где разгуляться с одноклассниками на переменах. Директор школы Марина Базоева с удовольствием показывает спортивную площадку. Она не закрыта, несмотря на то, что ученики разошлись по домам. Говорят, что не пустуют. Сергей Павлович обошел весь двор и обратил внимание на скромный стадион школы. Зашел в столовую, где, не ожидая гостей, порадовали порядком и чистотой. Конечно, надо помочь. Они сами не потянутся. Смотри, на уходе плитка есть, а бордюры побери, все там сделано. Мы же не сказали вчера, что мы приедем. Да мы и решили сегодня поехать, правильно? Если бы она знала вчера, можно было что-то подумать. А так подумать нечего. Ну, молодцы. Школьная жизнь Юровки, судя по всему, пришлась к главе Анапы по душе. Директор школы, хоть и молодой специалист, но видно, что болеет за дело. Выпускница МГУ Марина Таубиевна старается вдохнуть в школу новую жизнь. Сейчас, например, она завершает ремонт спортивного зала. А Сергей Павлович, прощаясь, помечтал вслух, какой бы эту школу он хотел увидеть через несколько лет. Вот представь, заходим, тут классное ограждение, да? Тут заходим в фонтан. Тут проходим, плитка выслана красивой, ровненькой. Тут эта школа, фасад у нее, все горит вечером, в огнях. Развитие сельского хозяйства. Основные цели и результаты работы аграриев в этом году обсудили на общегородском планерном совещании в администрации города. Подробности в сюжете. Начальник управления сельского хозяйства Петр Якимиди доложил об итогах уборки урожая зерновых колоссовых, зернобобовых культур и задачах по своевременной послеуборочной кампании. В 2014 году на территории Анапы сельским хозяйством занимаются 17 крупных и средних сельхозпредприятий всех форм собственности, 200 субъектов малого бизнеса и более 29 тысяч личных подсобных хозяйств. За ними закреплено 43 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий. Непосредственно сельхозяйственными предприятиями используются 27 тысяч гектар пашни. И более 40% всей пашни занято зерновыми и зернобобовыми культурами, что позволяет ежегодно производить на территории муниципального образования город Крутанапа стабильно более 50 тысяч тонн зерна. 52 тысячи тонн в текущем году составил воловой сбор зерновых. А зима пшеницы собрано 46 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 45 сантиметров с гектара. Самые высокие показатели на уборке в агрофирме Гастагаев КФХ Николая Лазарева. Уборка урожая проводилась с помощью 41 зерноуборочного комбайна, в том числе работало 25 собственных комбайнов, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям и крестьянам. Из 16 единиц зерноуборочной техники были привлечены со стороны. Также одновременно все предприятия проводили комплекс работ по своевременной уборке и измельчению соломы. Сегодня в сельхозпредприятиях ведется подготовка почвы под посев озимых культур урожая 2015 года. Для повышения плодородия в течение августа месяца было внесено в почву 10 тысяч тонн органических и 2 тысячи тонн минеральных удобрений. Данные мероприятия помогут досконально провести закладку будущего урожая и обеспечить динамичное развитие отрасли сельское хозяйство на ближайшую перспективу. Самый любимый и самый красивый анапчане вступили в конкурсное состязание названия лучшего двора в Анапе. Мы уже побывали в нескольких, увидели своими глазами воплощенные креативные идеи по благоустройству территорий и сегодня познакомились с хозяевами двора на улице Маяковского, 80. Алина Гумерова продолжит. Двор дома номер 80 на улице Маяковского раньше ничем не отличался от всех остальных дворов Анапы. Но 4 года назад жильцы решили изменить его кардинально. Теперь здесь расположен настоящий зеленый оазис. Много растений, цветов, кустарников украшают придомовую территорию. Ну это все благодаря неравнодушным людям, которые проживают в наших домах. У нас все такие энтузиасты, все такие сейчас стали даже соревноваться. У кого какая клумба лучше, у кого какая, как бы за определенным участком ухаживает какой-то определенный человек. И сами видите, что вот такая красота, которая здесь находится, это благодаря жильцам этого неравнодушных этих домов. Над внешним обликом жильцы домов трудятся общими усилиями. Идея украсить неприглядный с виду двор пришла в голову Татьяне Штальбаум. А позже остальные присоединились в благоустройство территории. Вместе с детьми Татьяна разукрасила стены дома. На рисунках растут грибочки, пальмы и светит солнышко. Во дворе появилась и собственная поляна сказок. Так назвали ее сами жители. И заселили плюшевыми зверятами. Кто-то несет игрушки из жителей двора. И мы стараемся эти игрушки как-то вписать в наш вот такой маленький дизайн. Делаем из строительной пены черепах, улиток, аиста. Вот получился такой, ну дети своими руками. Кстати, делала Маша Рогозина, ученица 7 класса, живет в нашем доме. Территорию детской площадки оборудовали подручными средствами. Использовали старые шины, покрасили все в яркие цвета. Покрышки пригодились и в оформлении клумб. А пеньки Маша Рогозина украсила обычными разноцветными крышками от пластиковых бутылок. Все лето жильцы дома Галина Фоменко и Людмила Гекер заботливо следят за зелеными насуждениями во дворе. Ведь в этот период им нужен особый уход. Наши цветы в такое жаркое лето, посмотрите, пожалуйста, остались зелеными-зелеными. Только потому, что мы очень о них заботимся. Мы обрываем каждый желтый листочек, радуемся цветению каждого цветочка. Особенно я радуюсь моим георгинам. Они так красиво цветут. У меня 20 высажено, 20 кустов георгина. Останавливаться на достигнутом инициативные жильцы дома номер 80 по улице Маяковского не собираются. Женщины уже строят планы на следующий год. Облагородить больше территории. Больше красивых клумб, посаженных цветов и растений. С 21 по 30 сентября в Анапе пройдет ежегодный открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2014». В этом году мы принимаем «Киношок» в 23 раз. За это время фестиваль стал самым престижным кинофорумом на постсоветском пространстве. О том, какие мероприятия, встречи и конкурсы пройдут в этом году на «Киношоке», расскажем прямо сейчас. Начало 23-му киносезону дадут на торжественной церемонии открытия на сцене летней эстрады 21 сентября. В программу фестиваля, как обычно, войдут кинопоказы, творческие встречи с актерами театра и кино и другие мероприятия. С 20 по 29 сентября с 10 до 12 часов и с 23 до полуночи в кинозале санатория «Анапа-Океан» и киноцентре «Мир кино» пройдут показы российских фильмов «Фокусе Россия». На театральной площади в 9 вечера ежедневно будут открыты кинопоказы премьерных фильмов кино на площади. Конкурсные детские фильмы в рамках «Киномалышок» покажут в киноцентре «Монитор» с 22 по 29 сентября. Начало в 14 часов. В обязательной программе творческие встречи актеров театра и кино, прямой эфир на площади. И, как всегда, они пройдут у городского театра. Конкурс художественных фильмов «ТВ-шок» примут в зале гортеатра. 27 сентября с 11 до 14 часов в акватории Анапской бухты пройдет потешная парусная регата с участием артистов театра и кино. И в этот же день в 20 часов в городском театре состоится вечер памяти народного артиста, русского писателя, кинорежиссера Василия Шукшина. Традиционные гастагаевские встречи запланированы на 28 сентября. Торжественная церемония закрытия 23-го фестиваля «Киношок» пройдет на сцене летней эстрады 30 сентября. Завершился 16-й Всероссийский чемпионат по автомногоборью среди детских и юношеских автошкол Всероссийского общества автомобилистов. На автомобильном полигоне были подведены итоги соревнований в личных и общекомандных зачетах. Три дня команды из 15 регионов России соревновались в теории и практике вождения. Сдавали экзамен на знания правил дорожного движения и норматив на площадке. Сборная города-курорта по итогам соревнований вошла в тройку лидеров. В номинации «Абсолютный командный зачет» среди региональных отделений Всероссийского общества автомобилистов. Первое место и денежный сертификат на сумму 25 тысяч рублей ввезет команда из Татарстана. На втором месте обладатели сертификата на 15 тысяч рублей – школьники из Челябинской области. Почетную бронзу чемпионата завоевали ановчане и приз – 10 тысяч рублей. Кроме этого, за сотрудничество и содействие в организации соревнований благодарственные письма направлены к главе города Сергею Сергееву, начальнику управления по физкультуре и спорту Сергею Ткаченко и начальнику отдела ГИБДД Владимиру Хомикову. Напомним, следующее соревнование по автомногоборию состоится в сентябре 2015 года. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В четверг 11 сентября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью плюс 21 градус. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.